Тема «Инопланетная аэробиология». Хочу вам это сообщить. Астробиологическая лаборатория на базе МАИ-лаборатории активной диагностики и масс-пектрометрии будет переквалифицирована, потому что мы уже приличное время, примерно где-то 20 лет занимаемся астробиологическими задачами. Так что вот это будет плюс, который необходимо отметить сегодня. Значит, вот этот доклад, он такой связан именно с такой работой, подобной работой. И, значит, это связано с тем, что сегодня материальные свидетельства, которые получены не только с посадочных аппаратов, но и марсианских орбитальных станций, показывают, что микробная жизнь на красной планете не может не быть. То есть микроорганизмы в атмосфере Марса или в полевых отложениях планеты может быть одним из самых неожиданных и интересных открытий современного планетологии и показать, что Марс обитает. Можно ожидать, что раз процессы микробной жизни на Марсе будут иметь сходство с Землей, методика польская отождественного микрона может хорошо сочетаться с важной задачей определения химического состава частиц атмосферной пыли на Марсе, имеющей размеры от нескольких. Микрон до 0,05 микрон не совсем пыль, мер мелко такой. А сейчас, послушав доклад Юрия Алексеевича, я понял, что может быть это представлять большой интерес, потому что мы можем дифференцировать эти вещи, где микробы, где это пыль, а эта пыль, как я сегодня это понял, может содержать какую-то информацию о какие микробы эту пыль создавали. Ну, короче говоря, вот там будут какие-то минералы, которые можно будет как-то вот использовать для того, что так как мы это можем делать. Ну, в земной атмосфере хорошо известны вот эти процессы переноса микробов с коопсострадной энергии, значит, это своя наука, называется аэробиология. Я не буду на ней останавливаться по той простой причине, что я думаю, что люди это знают специалисты. Есть специалисты, которые занимаются этими делами. И вот задачи, которые распределения, куда они летают и так далее, ну, они могут вот эту вот картинку показывать, полевую бурю. К счастью, у нас такого нету. И более того, есть и исследования этих явлений, они очень интересны. Вот в этой таблице даны все данные, но было показано, вот последним измерением, они достаточно надежные Смита, который показал, что практически все микроорганизмы, которые бывают на Земле, они находятся вот в этом 20-километровом слое. Они могут находиться и выше, но он просто сам выше не поднялся. Однако Смит считает, что много из этих данных, которые тут приведены, они загрязнены микробами еще на Земле. Поэтому нужно перепроверять, смотреть и так далее. Эти исследования также показали, что находясь в атмосфере, микробы теряют воду и генерируют споры. Конечно, это такое вот открытие для физиков, но не для биологов. Спорообразование обеспечивает сохранность популяции микроб, если кто-нибудь это не знает, а вот и сама спора. Она, значит, появляется в вегетативной клетке такой термин, где вся информация имеется. И если эти споры попадают в какую-то среду, во-первых, они могут удерживать копечение и жидкий азот в таком состоянии, но если они попадают в среду через несколько часов, они уже начинают, вот этот сохраненный вид, начинает уже проявляться и размножаться и жить в полноценной жизни. Я хочу просто обратить Ваше внимание, что, ну, таких вот, общее такое вот, если можно сказать, я не могу вот ручаться головой за эти данные, но я прочитал их в книге, в учебниках, что микробы, если тут микробы имеют вот такой размер, там микрон, там, почему они микробы, наверное, назваться, да, 0,8, то споры могут иметь, соответственно, сдвижку по массе более тяжелой. Очевидно, вот, за счет этого терминала, и, значит, они могут быть более тяжелыми, ну, и более выносливыми, более жизнеспособными. Значит, первый миллиард лет биологическая история Земли и Марса была схожа. И, следовательно, можно ожидать, что так же, как и на Земле, и в коре Марса, и на глубине, в нескольких километрах, а можно считать даже до 19 километров, я нашел такую вот, возможное увеличение микробных сообществ. Вот мы все время все ходим по микробам, под нами, ну, по крайней мере, 5-10 километровых слоев микробов. Для реализации на Марсе аэробиологических процессов, подобных Земли, если мы допустим, что они находятся в коре, должны быть следующие условия. Марсианские микроорганизмы должны быть адаптированы к экстремальным условиям на поверхности Марса и выживать не только в глубинных слоях, в глубоких слоях коры, но и на поверхности. И второй момент очень важный. Микробы вместе с песком и пылью должны переноситься на большие расстояния, в пылевых бурях или в торнадо, которые для Марса способны достигать планетарных масштабов и быть защищены от ультрафиолетового излучения. Вот эти микробы, потому что на них это было бы убийственное воздействие. Аэробиология на Марсе важна в том случае, если неадаптированные микробы при вымытии в длинные коры могут быть защищены чем-то от ультрафиолетового излучения. Следует учить, что время адаптации микробов существенно больше, чем слоя. Ну допустим, они появились ночью, а утром зашло солнце, они будут уничтожены. Известно, что на Марсе миграция микрочастиц в атмосфере на большие расстояния в основном происходит под воздействием ветра. Были найдены естественные процессы, которые способны обеспечить выживание и адаптацию микробов на поверхности Марса. Это очень важно, потому что отсюда началась вот эта вся затея. Они связаны со следующими процессами. Метеоритным ударом и наличием мелкодисперсной пыли, пылевой компонентной. Значит, давайте рассмотрим эти вот процессы более детально. Ну, при метеоритном ударе достоверно происходит поднятие из больших грудин на поверхность и неадаптированных микробных сообществ вместе с сильно переменутым грунтом. Это же такой мелкодисперсный пыль. Это очень хорошо, потому что это обеспечивает защиту микробов воздействия солнечной радиации при подании на поверхность. Я хочу вам просто сказать, вот это вот наш российский ученый Иванов, очень хороший человек, который нам дал вот это вот, ну, короче говоря, вообще сделано компьютерное, как сказать, моделирование этих процессов, численное моделирование. Это реальный процесс, который происходит в природе. Вот смотрите, происходит удар, образуется промежуточный кратер. Он, так сказать, выталкивает наверх пыль, которая потом может служить защитой. Однако, в процессе вот всех этих дел, из глубины, это будет более детально сейчас же показано. Значит, эти микробы, вот, вернее, живые организмы, если они через три минуты, они уже достигнут поверхности. Но поверхность уже будет защищена, и они будут идти, они упакованы будут, ну, в такую вот пулевую, если можно сказать, пылевой мешок. Вот как это произойдет. Сейчас вы вот это все увидите. Вот эта точка, она будет отображать траекторию движения этих частиц. Вот во время разлета... А это вот сам метеорит. Размеры, понятно, да, кратер диаметром 50 микрон, и вот это зеленый, отмеченный микроорганизм. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на эту картинку, потому что дальше будет показано, как она будет двигаться. Так, так... Так, вот пошло. Смотрите, красная точка, это маркерная точка, которая показывает... Вот образовалась пыль, она уже, так сказать, защищает. Но вот эта маркерная точка, красная точка, она не попадает в зону разогрева сильного, которая есть для промежуточного кратуса. Вот для этого будет. И уже пыль поднимается, и все такое. А дальше очень интересно. Юрий Алексеевич, вот посмотрите, как она поднимается наверх. Юрий Алексеевич, смотрите, пожалуйста. Вот это из глубины, во время метеоритного удара, вот эта вот из глубины, из 5 километров, она поднимается на поверхность, потом дрейфует вдоль поверхности, потом она накрывается сверху еще пылью, и вот эта зона, которая доступна для ветра, они могут разгонять эти микробы уже. Ну, допустим, она тут прожила там 20-30 дней, а потом возник этот ветер, они могут уже дать возможность адаптироваться микробам, ну, не всеми не подряд, а те, которые, так сказать, вот еще раз пошла эта штука, но я все еще прекратил. Еще есть такая возможность защитить эти микроорганизмы при помощи... нет, свойства... при помощи свойства пыли. Пыль, она является очень интересным элементом, который будет работать на эту делу. Вот эту часть, первую часть, это меня все время мучило в том плане, что я знал, как оттуда может выйти на поверхность, а что с поверхностью могло быть, или как могла бы она существовать на поверхности, вот это все время, ну, как-то не давало возможности где-то это предложить и рассмотреть. Однако, наши сотрудники, вот нашего института и даже моего отдела, Федорова, кораблю в Родине, еще в 2006 году показали, что в атмосфере Марса содержатся частицы размерами, такими локальными размерами, 0,3 и 1,3 микрона. Ну, вообще, так сказать, нормальный человек это все сказал бы, что... Ну, ребята, это же микробы, что-то по дыре, и между ними тоже разрыв такой же, какой надо. Плотность этих частей очень низка примерно, ну, в среднем, 1 сантиметр кубический. Химический состав их неизвесен. А вот частицы, мелкие, мелкая вот эта дисперсная пыль, вот 0,1 микрона, которая легко поднимается в ветру, но высокая они плотность, они в атмосфере Марса бывают и их видят. Это был эксперимент, это есть материальные свидетельства, что эти частицы живут. Высокая плотность мелких частиц, кстати говоря, вот сравните, занимаются иными частицами. Обеспечить надежную, постоянную защиту от непробового и трофиолетового излучения, так как под воздействием ветра мелкие частицы будут подниматься выше, раньше и опускаться позже. И поэтому она всегда будет накрывать вот эти частицы. Второе материальное свидетельство, на солнечных батареях вот там сидят вот эти частицы, и они очень хорошо видны и отличивы. А вот сам эксперимент, как это делается, солнце светит, вот в этом случае оно не затевает атмосферу, а сейчас она просвечивает атмосферу. И зондирование атмосферы, мы это там солнечного просвечивания, в эксперименте Марс Экспресс, который работал от 206 до 29 года, проводился с помощью прибора СПИКА. Вот это вот очень интересное распределение, которое они обнаружили в атмосфере Марса. Вот здесь находится 0,7 микрон, вот они, до 2, 20 километров поднимаются. А вот до 30 километров поднимаются другие, более тяжелые частицы. Ну, они это назвали, мои коллеги, это бимодальным распределением. Правда, такого объяснения этого распределения нет. Однако, вот это является не бимодальным, а парадоксальным, потому что тяжелые частицы находятся выше, а легкие частицы вообще ниже. Должно быть как будто наоборот. Однако, если мы вспомним или предположим, что это микроорганизмы, то, наверное, это происходит из-за чего? До сих пор могут подниматься, допустим, с поверхности вегетативные частицы. Они достигнут достаточно холодного, где температура достаточно низкая, воды нету и так далее, и они хотят, они этого не хотят превращаться в споры. Вот это длеев происходит, просто по весу, а дальше выживание и выше. Поэтому свидетельство этих частей. Однако имеются раз и другие результаты, которые поддерживают эту вещь. В этой связи вставляет огромный интерес результаты кюриосити. Были обнаружены все химические элементы. В конце прошлого года был обнаружен азот и все эти вещи, все необходимые химические элементы для зарождения жизни. Это огромный коллектив, который работал по этим экспериментам. Кюриосити, ну, их дела такие, они все единогласно утверждают, что условия, которые они измерили или выяснили, и по лагии, и по другим параметрам, они вполне подходят для того, чтобы жизнь там могла, микроорганизмы там имели возможность жить и развиваться. Ну, один из таких героев, это вот дианококус радиодиоранс, является вот этот микроб, я думаю, вот, анатолий, мы просто с ним побратимы по этому микробу, потому что он тоже исследует этот микроб. Этот микроб просто удивительный. Результаты эксперимента в условиях земных лабораторий в следующий раз ее сообщили. Да, исследования возможности адаптации и вызывания в экстремальных условиях оказались неожиданными. Я думаю, в твоем докладе будет, да, вот что-то рассказано про эти микроб. Но вот то, что я хочу вам сказать, ну, для такого любителя, не для профессионального микробного, было показано, что данный кукл обладает высокой стойкостью. И наши оценки показали, что он может... А, нет, нет, извините, это не наши оценки, что 6 часов, через 6 часов он восстанавливает свой... Ну, если он поврежден радиационным воздействием, и у него там просто развалился геном, то вот он может восстановить свой геном. У него имеются запасные геномы, кажется, 20 штук, есть микроорганизмы, у которых больше. Более того, а вот что касается Марса, так, ну, такие предварительные грубые оценки показали, что вот этот микроб нормальных радиаций, космических радиаций, это не говорю я о Солнце, они могут существовать на Марсе 3 миллиона лет, в то время, когда их адаптация может произойти за 300 лет. То есть они, в общем, не могут не адаптироваться. Ну, и еще есть такое предположение, правда, не подтвердили окончательно, что вот даймон-кокусы, так же способны и к ультрафиолету солнечному адаптироваться. Я хотел бы сказать такую интересную вещь, ну, если можно, вы меня простите, может быть, это темперамент грузинский, или что-нибудь. Вот я когда понял, что между земными и спорами, и микроорганизмами, их аналогами, марсовыми, марсианскими, одинаковый разрыв, и они очень близко к друг другу, но они меньше марсианскими, только потому, что там условия похожи, то это можно рассматривать, что если мы найдем в жизни на Марсе, она будет земного, подобное. Возможно, такое совпадение свидетельствует. Дальше, значит, конечно, это слова, это вот здесь, на Земле, и так далее. Но важным стимулом к безотлагательному поиску и обнаружению жизненной в атмосфере Марса является наличие хорошо отработанного прототипа бортового инструмента. Вот мы не только, так сказать, говорим, что есть там, допустим, на Марсе же, а еще говорим, как ее измерить. Вот это вот лазерный масс-спектрометр. Значит, значит так, так как микробы могут быть зарегистрированы отождественные с помощью, эти микробы могут быть отождественные с помощью времяпролетного масс-спектромета типа лимфа. Вот он представлен, этот прибор, он работает следующим образом. Микробы подвергаются лазерному воздействию, вот так. Потом это приводит ионизацию, нет, испарению ионизации пробы. Потом пробы регистрируются в виде спектра и это дает нам возможность определить, относится она к биологическому, биомосе или нет. Значит, предложенная конструкция двортового прибора, вот по нашей, так сказать, последней, так сказать, исследовании достаточно, не требует никакой правоподготовки, даже перемещения по поверхности, потому что вот этот процесс пыли, в котором есть микроб, он охладывает всю планету. Принцип. И номинальная чувствительность вот этого прибора, который мы предлагаем, она составляет, он у нас готовный, сейчас вам покажу 10 минус 15 грамм, при массе микроба, одиночного, одиночного микроба 10 минус 12 грамм, то есть он хорошим запасом может отдельные микробы обновить. Разрешение прибора примерно 500, а его масса 5 кг. Вот, значит, этот прибор, он достаточно маленький, вот это пятикопеечная монета, вот подложка, куда будет высаживаться пыль, она вот так же и будет высаживаться, а это специальная система, которая из нее будет вытягивать магнит, вот она будет распоролагаться вот в этой вот дырочке, а здесь стоит магнит снизу, который будет, это поворотная платформа, которая будет загружаться, другие платформы не будет, вот на данном этапе они загружились и так далее и так далее. И несмотря на то, что этот прибор будет без рук, наш, наш, наш лендер, который прилетит на Марс, будет без рук, без ног, не будет никуда передвигаться, то чистота эксперимента и информативность и так далее и так далее будет обеспечена очень хорошо, несмотря на то, что вот эта зона посадки будет загажена гидрозином до потери пульса. пульса. Вот прибор, вот это вот сам прибор, это его, да, этот прибор лазерный у вас анализатор, вот тут миниатюрный лазер стоит, вот это его блок питания, вот сам прибор, платформа, ну вот такая она просто в данный момент снята, не платформа, а поворотная платформа и в принципе он может откачиваться, так как для этого нужна высоковакуумная откачка примерно вот вот самым откачной системой вот в этот микроскоп, который делается в аминусе. Ну, условно его название гидрозин. Теперь дальше. Прибор в настоящее время не... он вот по принципу, что он обеспечен элементом, по элементам обеспечен, находит биомассу, никто так и не делает. Хотя я могу это доказать, что все американские системы, которые они собираются искать в жизни, они очень-очень уязвимы. Они уязвимы чем? Дело в том, что они будут искать биологические вещи. А в этом докладе, ну не в этом, а в следующем докладе я вам расскажу почему. Потому что во время метеоритного удара, которое вообще живого места на Марсе от них нет, могли не только образоваться такие крупные кластеры пробиологических соединений, но более того, они еще даже может быть там нарушение зеркальной симметрии. Вот вы представляете американца, который наблюдает это самое, будет наблюдать нарушение зеркальной симметрии, а вы ему будете говорить, что это, извини, это произошло из-за метеоритового удара. Он вообще съест вас живьем. Короче говоря, эта вещь хорошо работает. Вообще весь смысл этого всего прибора еще состоит в том, что мы можем там могут образоваться кластеры как микроорганизмов, так и нейрологических. И вот когда мы туда попадаем, там совершенно четко по какой-то разделении. Я вам могу сказать, что у меня есть еще запас трипорядка значения, который способен быть использован резервным. Вот теперь мы будем говорить, а как будет набираться проба, а будет ли она набираться. Во всяком случае вот эти соизмеренные с микровыми частицы, они набираются, вот они высаживаются на солнечные панели и это тоже, так сказать, экспериментальный фактор, ничего придуманного нету, что в безветренную погоду высаживается 10,1 грамм. В этом случае пятно фокусиров спеллажера перемещается, это первое, но она захватывает 10 частиц. Если абсолютная чувствительность масс-спектрометра, на 100-спектрометра мы можем регистрировать 500, 1000 и так далее, будет 10-16, то точность измерения будет не хуже 1%, это очень важный параметр. Вот это как за 20 марсианских суток возрастает пыль, вот это кривость. Так что это опять-таки материальное свидетельство, это не непридуманные вещи. А вот и спектр, который мы, так сказать, будем получать. У нас будут два, три маркера, маркеры, биомаркеры, из которых невозможна жизнь. Это азот, азот, углерод, фосфор, сера, калий, кальций. А мы исключили водород и кислород, потому что мы их тоже можем видеть и как-то можем ну из-за повышения ну может, допустим, бактерии пограничать воду, это соотношение может меняться. Поэтому мы пока это исключили. Однако мы сейчас думаем, как ввести хлор. Вот здесь стоит хлор, он у нас в маркерах не участвует. Но он во всех бактериях они привык присутствует. Дальше. Я сейчас вот, честно говоря, когда докладываю Юрию Алексеевичу, у меня возникла идея, что-то подырят. Давайте посмотрим, какие там еще будут эти минералы, какой состав. Это все вот эти три маркера откладываются на три соответствующие. Фосфор, сера, азот, углерод и калий-кальций где-то здесь. Вот он, калий-кальций. А потом они вот так вот ориентируются на какое-то поверхность. И вот эта зона будет называться зоной жизни у нас получается. Вот это вот вокруг такой второй бублик, не бублик, а просто пространство веретено или что-то. Вот вторая часть это 30-ти процентная погрешность отмечает. Очень важно, что все вот эти вещи, которые мы делали, мы работали с полярными грунтами, это была очень большая объемная работа, после чего был патент получен, что это имеет право жизнь. Это первый момент. И второй момент то, что существующие минералы, существующие какие-то вещества, даже так сказать, они не попадают все, они находятся вне этой зоны. Если вот вы нанесли бы эти точки, то было бы путаница, но вот верьте, что это так. Значит, было бы очень важно, когда я говорю о внеземной аэробиологии отметить, что такие частицы имеются на 50-митровой высоте Венеры. Их тоже вот этим прибором элементарно можно найти, и у нас уже есть какие-то там взаимодействия, как это можно сделать. Вот планер, который летает на Венере на высоте 50-митров, у него есть такая система сопла, которая будет собирать эти частицы и значит вбивать на этот раз вбивать со скоростью, и мы имеем такую систему для лабораторных исследований, это делаем, и видим микробы, которые споры и микробы. Да, кстати говоря, мы уже научились разделять микробы из скорости. Они попадают чуть-чуть, смещаются относительно друг друга. Вывод. В этой работе было показано возможность обнаружения адаптированных микробов в атмосфере и на поверхности Марса, в случае, если они там существуют. Отсутствие микробов в атмосфере, это мы можем утверждать, может рассматриваться, что там нет жизни. Оптимальность предложенного метода сбора микробов, их микробов, их спор и минеральных частиц, она оптимальна. И методом осаждения на подложку прибор. Возможность дифференциального микробов по массам и по размерам и по их элементному составу. Для сбора пробы не требуется, как я говорил, и подчеркиваю, наличие ровера, манипулятора и так далее, и так далее, для обеспечения высоты. А сама конфигурация высокая высока, частоту эксперимента. Чувствительность и массовое расширение прибора позволяет регистрировать отдельные микробы с разделением всех элементов и затопов, которые уходят. Масса прибора с системой откачки будет 5 килограмм. Значит, этот прибор, спасибо вам большое, этот доклад, этот прибор, сейчас я закончу, не включен в экзамарс, я борюсь за это, чтобы мы, он был включен в экзамарс, я вас очень прошу, вот этот момент, запоминайте, пожалуйста. Я добьюсь того, что если он не будет включен в наш экзамарс, я уже договорился с Ланг в том, что он берется этот прибор доставить на Марс в 23-м году, но он от меня требует за эту доставку 60 миллионов долларов. Вот так. Удражаю благодарность моему коллективу, который мне помог, и хочу сказать, что ввел на себя смелость после вот этого доклада говорить, что нажать на Марс есть жизнь. Спасибо большое.